МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Послание Владимира Путина стало центральным событием недели. В одиннадцатый раз он обратился к Федеральному собранию с основными положениями политики государства на будущий год. От этого обращения многого ждали. После присоединения Крыма и событий на юго-востоке Украины, России необходимо по-новому выстраивать отношения в мире и преодолевать последствия экономических санкций. Что предложил президент? Предлагаю вспомнить основные положения его послания. Как и ожидалось, свое послание Владимир Путин начал с событий на Украине. Президент еще раз подчеркнул легитимность референдума о присоединении Крыма и большое духовное значение этого полуострова для нашей истории. События на Украине развернулись не по вине России, заявил Владимир Путин, а последовавшие затем санкции он считает намеренной политикой стран Запада. Однако власти не собираются опускать железный занавес и пускаться в гонку вооружений. Напротив, сейчас важно находить новые контакты в международном сообществе. Мы будем отстаивать многообразие мира, будем доносить до людей за рубежом правду, чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ России. Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес. Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности поиска врагов. Самой ожидаемой была экономическая часть послания. Санкции, а затем ситуация с ценами на нефть и стремительным ослаблением рубля не могут не тревожить российский бизнес. Владимир Путин призвал деловых людей направить свои силы на внутренний рынок. Он крайне емкий, а со стороны государства пообещал ряд важных вещей. Прежде всего, речь идет о так называемой офшорной амнистии. Это значит, что если человек легализует свои средства и имущества в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранителям, трясти его там и тут. Не спросят об источниках и способах получения капитала. Что он не столкнется с уголовным или административным преследованием. И к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим поспользоваться. Кто хочет прийти в Россию. Нам нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики. Вопрос проверок также будет либерализован. Президент считает необходимым сделать проверки максимально публичными и тем самым уменьшить их количество. Для малого бизнеса, которому нет серьезных нареканий, вовсе нужны надзорные каникулы. И, конечно, президент не мог не ответить на самый актуальный вопрос. Не будет ли государство за счет повышения налогов пополнять казну. На ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия. И к этому вопросу больше не возвращаться. При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового времени. Прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Кроме того, Владимир Путин считает необходимым перейти от слов к делу в борьбе с валютными спекулянтами. Именно они, уверен президент, во многом способствуют ослаблению рубля. Выправят ли предложенные меры деловой климат в России и помогут ли поднять рост ВВП предмет обсуждения для экспертов в ближайшие месяцы. Многое зависит от того, как в правительстве интерпретируют посылы президента в конкретные законопроекты. Что касается социальной сферы, то президент еще раз напомнил о системе подготовки кадров, в которой нужно делать упор на рабочие специальности, о переходе здравоохранения на страховой принцип и еще целом ряде проектов, которые важны для рядовых россиян. В отличие от предыдущих посланий, на этот раз глава государства не так много уделил внимания борьбе с коррупцией, отметив лишь сделки в рамках гособоронзаказа. Хищение бюджетных средств он предложил практически приравнять к терроризму и наказания назначать соответствующее. Что касается ключевой для Хакасии инициативы по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, то Владимир Путин вновь напомнил о его важности и поручил правительству России ускорить принятие законов по реализации проекта. На оглашении послания в Георгиевском зале Кремля присутствовали не только члены Федерального собрания, но и главы регионов, руководители политических партий и общественных организаций. Хакасию представляли глава Виктор Зимин, председатель Верховного совета Владимир Штыгашев, руководитель общественной палаты Ольга Левченко. И вот как прокомментировал послание президентах Виктор Зимин. В частности, своевременно поднят вопрос о строительстве новых школ с учетом увеличения рождаемости. Для Хакасии это очень актуальная тема. Я надеюсь, что правительство России совместно с регионами выработает механизм, который поможет в плановом режиме решить эту важнейшую социально значимую задачу. Большой интерес вызвала позиция главы государства по скорейшей реализации инициатив о территориях опережающего развития, по преодолению монопрофильности городов и по применению льготного режима налогообложения для создаваемых с нуля производств. Все эти направления также имеют особое значение для Хакасии, как с точки зрения создания промпарков на территории Абакана-Черногорской агломерации, открытия новых предприятий, так и по решению вопросов, актуальных для наших монопоселков и моногородов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановка на Туимской котельной действительно удручающая. Кочегары рассказывают, руководство вообще не обращает на них внимания. Нет ни денег, ни запчастей, ни элементарной униформы. Коллектив, кстати, немаленький, около ста человек, большинство с опытом высокой квалификации. К слову, именно здешних специалистов отправляли реанимировать сорскую котельную. Вот только частный бизнес, похоже, кадрами не дорожит. Они мотивируют этим, что работы нету, людям идти некуда. Но, тем не менее, они требуют от нас, чтобы мы выполняли все обязанности на 100%. А зачем нам работать? У многих семьи, у многих дети. У меня, допустим, в сентябре родился ребенок, можно сказать, грудной сейчас. Мне нечего принести домой. Лихорадит Туимскую котельную, да и в целом коммунальную сферу в районе давно. Ранние услуги отопления и теплоснабжения предоставляла дочка государственного унитарного предприятия Хак Рецводоканала. Однако в 2013-м произошла переорганизация и на рынок зашла частная компания. Правда, назвалась, похоже, ООО «Хакас Рецводоканал Ширинского района». И вот тут-то со слов рабочих и началась веселая жизнь. Я не знаю, когда они вообще зарплату выдают. Есть такие вот тысячи дали одному. Допустим, Муркиной дали, Муркину не дали. Отдай себе. По алфавиту даже не получается. К сожалению, узнать видение ситуации у самого директора Гнетова Александра Борисовича нам не удалось. Два дня мы пытались поймать его на рабочем месте, записывались на прием, звонили на личный телефон. Безрезультатно. В Министерстве регионального развития нам пояснили, повлиять на ООО «Хакас Рецводоканал» они не могут. Заставить частный бизнес невозможно. Заинтересоваться работой компании-арендатора мог бы владелец котельных власти Ширинского района. Но они пока в ситуацию не вмешиваются. Устав ждать выполнения обещаний, работники Туимской котельной пошли в прокуратуру. Иски направили в суд. Причем, как выяснилось, далеко не первые. С аналогичными требованиями выплатить зарплату и компенсации за отпуск суд выиграли работники из Комунара, Шира и Жемчужного. Около 80 исков. Иски были в ноябре-октябре года рассмотрены. Практически все требования удовлетворены. Часть производства по делу была прекращена из-за того, что ответчик добровольно исполнил обязательства. И на момент судебного разбирательства уже заработная плата была выплачена. И в настоящее время, 21 ноября, также прокурорам района было предъявлено 90 исков защиту прав работников Хакас Рецводоканала Туимского отделения. В районном суде рассчитывают закончить рассмотрение дел и вынести вердикт до конца декабря. А люди надеются, что долги им вернут раньше. Впрочем, надежды на порядочность руководства с каждым днем все меньше. Сегодня настроения в коллективе Туимской котельной самые пессимистичные. И если люди месяцами без зарплаты еще умудряются как-то выживать, то вот техника без должного снабжения долго не выдержит. Со слов рабочих, собственных запасов, запчастей, материалов, оставшихся с советских времен, хватит на 1-2 месяца. А весь отопительный сезон, по сути, впереди. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Коммунальные проблемы есть и в других точках Хакасии. Не менее серьезное положение в Сорске, но, возможно, скоро оно изменится. Правительство предложило компании «Байкал Энерго» стать собственником котельной в Сорске. Объект проблемный достаточно вспомнить нынешнюю осень, когда из-за постоянных поломок в городе было сорвано начало отопительного сезона. Двумя годами ранее авария на котельной вовсе стала причиной чрезвычайной ситуации, когда в январские морозы оборудование вышло из строя, и весь город едва не замерз. Все капремонты оказались бессильны, поэтому власти с большой надеждой смотрят на «Байкал Энерго». Эта иркутская компания несколько лет назад зашла в Саиногорск, хорошо там себя показала, а теперь не против работы в Сорске. Детали проекта обсуждались на встрече с Виктором Зимином. Глава Хакасии заверил, что если коммунальщики не побоятся взяться за дело, то поддержка региона им гарантирована. Представители компании «Байкал Энерго» поблагодарили главу республики за активное участие в решении коммунальных вопросов региона. В ближайшее время они приступят к детальному анализу ситуации, чтобы понять, как технически решить вопрос с котельной и какие ресурсы на это потребуются. Пока с учетом отопительного сезона компания готова помочь своими специалистами, чтобы, так сказать, город продержался в разгар зимы. Но окончательно быть или не быть иркутской компанией в Сорске будет решено после полного изучения ситуации. В пятницу в Хакасии чествовали людей, на которых сегодня держится село. Лучшие сельхозработники со всей республики собрались на торжество в драмтеатре. Уходящий год аграрии заканчивают с достойными результатами и по заготовке зерна, и по наращиванию поголовья крупного рогатого скота. Сейчас идет работа над реализацией проекта «Агропромышленный парк» в Алтайском районе и по продвижению бренда «Хакасская баранина». Как отметил глава республики, сельское хозяйство всегда будет ключевой отраслью для региона. Отмечу, что по урожайности зерновых Хакасия сейчас занимает четвертое место среди регионов Сибирского федерального округа. Вспомните, что 6 лет назад мы собирали лишь в среднем от 8 до 12 центнер. Крайне важно, что с увеличением плана сработали и по всем основным позициям при заготовке кормов. В зиму уходим уверенно, это главное. По традиции лучшие сельхозработники получили новые автомобили. Это простые механизаторы, доярки, агрономы, чей труд во все времена требует особого уважения и оценки. Как работает на селе, хорошо знает и героиня следующего материала. Наши корреспонденты побывали в гостях у Натальи Сузьминой, заслуженной доярки из-за базы. Наталья Сузьмина совсем недавно отметила 80-летний юбилей. Начала работать в войну, как многие школьники тех времен. После войны устроилась в Таштыбский колхоз вперед коммунизму. Сначала трудилась в полеводстве, потом стала дояркой. Отработала на молочной ферме около 40 лет. Вспоминает, что было тяжело. В 50-е годы все делали вручную. Весь день Наталья Семеновна с подругами проводила на ферме. Помогали скотникам убирать за коровами, раздавали им корм, а вечером вторая дойка. Домой возвращались затемно. Наталья Сузьмина на своей группе добивалась самых высоких надоев по району. 370 килограмм что-либо было. Я что-то уже забыла. Самый высокий надоев у меня был. А орден за что дали? Орден за труд дали. Потому что долго я работала. И честно относилась к дойке. Даже учеников учила. Много учеников приходили со школы учила. Грамоты, знаки отличия, несколько медалей и орден трудового красного знамени. Редкая по тем временам государственная награда для простой доярки. Занималась Наталья Сузьмина и общественной работой. Несколько раз ее избирали депутатом районного совета. Сохранила активность на долгие годы. В свои 80 лет она сама управляется по дому, по хозяйству. До сих пор, несмотря на возраст, держит гусей. У нее большой огород. Есть теплицы под рассаду. По огороду все сажу. Помидоры сажу, огурцы сажу, картошку сажу. Все, лук, чеснок у меня все есть. Конечно, с самыми сложными делами по дому и огороду помогают родные. Дочь и сын у нее тоже работают на селе. Дочь в Бейском районе, а сын – глава фермерского хозяйства в Таштыбском. Внук Руслан недавно вернулся из армии. Работает с отцом. Часто помогает бабушке. Бабушка добрая, заботливая. Она до сих пор сейчас к нам помогает. Трудолюбивая. Уже сколько возраст. Нам помогает, ходит, все показывает. Что-то наставляет, наставления какие-то. У орденоносца Натальи Сузьминой очень простой рецепт долголетия. Вести здоровый образ жизни. За свои 80 лет она ни разу не выпила хмельного. И, конечно, не сидеть без дела. Когда работаешь, болеть просто некогда. Виктор Лошников, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Президент Владимир Путин предложил объявить следующий год годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предложение не случайно. Именно упомянутые недуги – наиболее частая причина смертности россиян. Хакасия не исключение. Как показали предварительные итоги диспансеризации за 2014 год, здоровье населения нельзя назвать по-сибирски крепким. Чем чаще всего страдают жители республики и почему важно вовремя обследоваться. На эту тему мы поговорили с главным внештатным специалистом Минздрава по медицинской профилактике Ларисой Лебедевой. Здравствуйте, Лариса Владиславовна. Итак, год заканчивается, да, у медиков заканчивается такая работа, как диспансеризация. Вот расскажите нам, почему она важна и каковы ее итоги за этот год, о чем уже можно сейчас говорить? Ну, хотелось бы начать с того, что на сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания можно назвать эпидемией 21 века. К этим заболеваниям относятся онкология, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и хронические бронхолегочные заболевания, которые дают почти 75% смертности населения России. Особенно это как бы касается трудоспособного населения. Выявлено хронических неинфекционных заболеваний 3854 случая. Из них артериальной гипертонии больше 1000 случаев. Онкологических заболеваний 380 случаев. Сахарного диабета 252 случая. Эти цифры говорят о том, что выявленные на ранних стадиях данные заболевания позволят скорректировать факторы риска или своевременно излечить именно эти заболевания. Это много, да? И есть ли какой-то повод для беспокойства у вас, у медиков? Ну, конечно, эти цифры говорят о многом. Так как в республике Хакасия в структуре смертности населения нашей республики на первом месте стоят болезни сердечно-сосудистой системы. Они нам дают 50% смертности. На втором месте стоят онкологические, злокачественные новообразования. Почти 16%. Вот среди населения бытует такое мнение, что не все считают нужным проходить вот эту диспансеризацию, что якобы она проходит формально. Вот это действительно так? Что бы вы ответили таким людям? Ну, я бы хотела сказать, что новая программа диспансеризации, она значительно отличается от той диспансеризации, которая была в советское время. То есть эта программа, новая программа диспансеризации, состоит из двух этапов. На первом этапе пациент проходит, как бы, он называется скрининговый, но он все же состоит почти из 20 видов исследований. Затем участковый терапевт смотрит, и если есть какие-то подозрения на более серьезную патологию, то проводится второй этап диспансеризации. То есть это углубленное медицинское обследование, в результате которого выявляются как факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, так и сами заболевания. То есть на втором этапе применяются такие дорогостоящие обследования, как компьютерная томография, прочие такие углубленные обследования. Хотелось бы сказать, что для пациента это, как бы, прохождение диспансеризации совершенно бесплатно, занимает не так много времени. Но польза от этого обследования значительно, как бы, как для самого человека, так и для общества в целом. Забота о здоровье является не только правом, но и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. И поэтому своевременное прохождение всеобщей диспансеризации взрослого населения позволит вам сохранить свое здоровье. Спасибо вам, Лариса Владиславовна, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Жители Абазы, летом потерявшие свои дома в результате паводка, смогли справить новоселье. Они получили компенсацию с федерального бюджета, размер которой приятно удивил. Олеся Калиниченко продолжит. Эти кадры мы снимали в начале июня в Абазе. Анастасия Латорцева осматривает свой дом после того, как большая вода отступила. Наводнение уничтожило всю мебель, одежду, постельное белье. И самое главное, дом, купленный на материнский капитал, стал непригоден для проживания. После паводка в республике 16 семей лишились крыши над головой. Для приобретения нового жилья им были выданы сертификаты. Большая часть пострадавших уже до конца года смогут справить новоселье. Я не отчаялась, а знала, что это все будет. Потому что если... Это вот у меня, знаете, знакомая есть, она сидит и говорит, а почему я сертификат не получила? Я говорю, потому что надо было ходить и собирать документы, а не сидеть. Если ты будешь сидеть, тебе никто ничего не даст. Надо бегать и просить, бегать и доказывать, что у тебя дом не в порядке, что он у тебя к жилью не подлежит. Анастасия одна воспитывает троих детей. После паводка живет у мамы. Живут вчетвером, в одной комнате, от тесноты устали, но настроение у всех отличное. Скоро долгожданный переезд. Жилье удалось купить на одной улице с мамой. Дом большой, полностью благоустроен. И главное, у детей, у женщины два сына и дочка, будут отдельные комнаты. У тебя будет своя комната? Угу. Что ты там сделаешь, вот в первую очередь? Зеркало хочу, что еще там были где-нибудь шкафчики и естольчик. Сумма сертификата зависит от количества членов семьи. На одного человека положено 33 квадратных метра, на двух – 42 и далее по 18 на каждого члена семьи. Стоимость квадратного метра у нас утверждается приказом Минстроя России. Вот на четвертый квартал 2014 года она составляет 31 тысяча 333 рубля. Поэтому размер выплаты по сертификату определяется. Количество квадратных метров умножается на стоимость квадратного метра. Ну и получается вот сертификат из 33 квадратных метров более миллиона рублей. Анастасия жилищного сертификата хватила не только на приобретение частного дома, но еще и на небольшую благоустроенную квартиру. По данным Министерства труда и социального развития, все пострадавшие от наводнения значительно улучшили свои жилищные условия. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. События недели. Работа на своем округе – святой долг для каждого депутата, даже если он самый главный в Верховном Совете. Владимир Штыгашев побывал в Таштыбском районе, откуда он избирается вот уже на протяжении более 20 лет. Что было ему интересно увидеть и о чем говорил с жителями Таштыба, смотрите в следующем репортаже. Последняя пятница каждого месяца – время традиционного визита председателя Верховного Совета Республики в Таштыбский район. Каждая поездка не просто рабочая, Владимир Штыгашев – бессменный депутат от района, это еще и возможность вновь побывать на малой родине. С бывшими односельчанами и товарищами вспомнить прошлое, с коллегами, депутатами, руководством района обсудить вопросы развития территории. Здесь благодатный, цветущий край. Прекрасные поля, высокие урожаи, замечательные труженики трудились. Но лихие 90-е годы, которые порушили очень много в стране, мы сейчас, по сути дела, возрождаем то, что было. Радует, во-первых, что в районе возрождается сельское хозяйство. Не менее приятные воспоминания из прошлого связаны и со спортивной жизнью муниципалитета. Однако сегодня сельчанам пришлось столкнуться и с не совсем приятной ситуацией. Люди мечтали о современном спорткомплексе. Строительство началось, но возникли проблемы с финансированием. Между тем, Верховный совет пошел навстречу таштыбцам. Изыскал в бюджете на будущий год средства на завершение работ. Сейчас стройка спортивного центра «Урожай» идет полным ходом. Сейчас мы монтируем стены, панели, стены. До 5-го числа мы смонтируем стены. После 5-го привезут уже кровлю. И до 15-го будет кровля готова. Принято решение о том, чтобы профинансировать ввод таштыбского стадиона, но не позднее первого полугодия следующего года. Это не так долго, это через полгода все уже должно быть. Это прекрасный будет спортивный комплекс для райцентра. И не случайно сегодня директор детско-юношеской спортивной школы, тренер, заслуженный тренер России, Сагатаев Олег Анатольевич здесь был. Он как раз вот в этом помещении, на стадионе, у него будет размещена эта школа. Владимир Штыгашев встретился с Олегом Сагалаковым во время личного приема граждан. Тренер рассказал, школьников, желающих записаться в секции в районе с каждым годом становится все больше. Сегодня филиалы спортшколы, открытые в разных селах, посещают полтысячи ребят. Тренер уверен, новый спортцентр станет стимулом к новым достижениям. Нынче у нас девчонка Тюмерякова Маша заняла первое место в первенстве России в городе Чебоксарске, Чуваши. Есть призера России, это Барашкова Карина, Тюмерякова Татьяна. Еще одно важное достижение района – лидерство среди муниципалитетов по обеспечению малышей учреждениями дошкольного образования. Когда я принял район, в районе оставалось всего лишь три детских садика на двух территориях – это Таштыб и Арбатское муниципальное образование. На сегодняшний день мы вводим девятый объект и в этом же году введем дошкольную группу на 30 мест и на Маторе. Это по большому счету мы закрываем из восьми территорий семь территорий. Одна из строек, которой сегодня приковано особое внимание – детсад в Таштыбе на правом берегу реки. Рассчитан на 120 мест. Работа уже на стадии завершения. Мы уже распланировали подняться. У нас внешние сейчас работы по благоустройству идут полным ходом. Техника, может быть, вы проходили, видели, работает. И по внутренним работам тоже у нас 39 человек сейчас на стройплощадке. Поэтому мы максимально быстро форсируем для того, чтобы сдать, так скажем, и Новый год спокойно уйти всем отдыхать, и нам вам, что здание подправит. Уже в январе сад распахнет двери для малышей. Однако первыми все же увидят новое помещение сотрудники дошкольного учреждения. Штат – 47 единиц. Желающих же трудоустроиться значительно больше. Конкурс – три человека на место. С 25 декабря уже зачистить штат, и чтобы на последних днях они работали вместе со строителями. Смотрели, им эксплуатировать это здание. Открытие садика станет для района знаменательным событием. Очередь в дошкольные учреждения в муниципалитете будет полностью ликвидирована. В райцентре решаем проблему с детскими садами, с местами, с детьми старше трех лет. Эту задачу тоже и президент страны ставил, и председатель правительства. Они о том, чтобы мы к 16-му году, к 16-му задачи по стране, обеспечить всех детей старше трех лет местами в дошкольных, ну детских учреждениях, в детсадах по всей стране. Мы эту задачу в Таштыбском районе решаем. В завершении встречи Владимир Штыгашев принял участие в сессии районного совета депутатов. В парламентарии обсудили вопросы социально-экономического положения муниципалитета. В целом, поездкой спикер республиканского парламента остался доволен. Следующий визит намечен на конец уходящего года. На очереди наша традиционная рубрика, посвященная юбилею ГТРК Хакасии. Анна Ахпашева готова вас познакомить с очередным тружеником, бирая микрофона. Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Людмила Анатольевна Лебедева. На телевидении с 1981 по 2005 год работала и младшим, и старшим, то есть главным редактором, комментатором. И, конечно же, зрители помнят ее журналистские работы. Людмила Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, потому что вы сегодня очень занятой человек, вы по-прежнему работаете. Вы пришли на телевидение, поправьте меня, если это не так, в эпоху самого рассвета, яркой эпохи. Каким тогда оно было для вас, телевидение? Ну, я прежде всего скажу сейчас уже с высоты прожитых лет, да, что это была заря, я сейчас так думаю, со всеми ее радостями и со всеми ее открытиями и радугой. Большие оптимисты меня встретили, большие личности так учили хорошо, наставничество в самом хорошем смысле слова, и все горели идеями. И они, идеи реализовывались, разрешалось выходить на эксперименты со временем, каждый день было открытие. Давали возможность реализовать какие-то свои самые сумасшедшие идеи по тем временам? Самая сумасшедшая идея, ну, через новости, там была классика, в самом хорошем смысле этого слова, люди труда, которые созидатели. Сейчас вот я их всех вспоминаю, даже в рамках сюжетных новостей, созидатели. И время было созидающее, и передачи тоже, ну, когда ГЭС на твоих глазах строится, когда запускают третий комсомольский агрегат, и как она растет на твоих глазах, и те самые подвиги трудовые, это именно тогда. Все вокруг строилось, преображалось. Уже позже я потянула на большие формы, на передачи, появились мысли, и люди того требовали, с которыми мы встречались. В списке ваших журналистских побед и удач, без сомнения, ваши герои и люди, которые не только сыграли огромную роль в истории республики, но и вообще в целом страны, ведь это выдающиеся личности. Расскажите, с кем вам удалось взять интервью? Есть такое определение «Жизнь подарила увидеть». Так называлась первая выставка нашего земляка Анатолия Дмитриевича Заболоцкого, который привез сюда фото-выставку, снятую в Сибири, в России, и ошеломляющее впечатление она производила. «Жизнь подарила увидеть» название было такое. Сергей Кушгетович, которого я теперь уже однозначно могу назвать, не сомневаясь, национальным героем нашим. Никита Михалков. Ну да, Никита Михалков в ошеломляющее впечатление в свое время произвел. Это был 91-й год. Страна на переломе эпох, маячила уже Беловежская пуща, творческая интеллигенция, с трибун поливали Советский Союз, как тюрьму народов, что им не давали стихи писать. Это люди, у которых сборники, которых мы изучали в школе по программе. И вот с Никитой Михалковым в этих обстоятельствах произошла встреча, мне любой ценой надо было брать интервью. Я помню его речь тогда. Такая же, как вот и сейчас он говорит о России, с болью и с призывами к стыду человеческому тех, кто Россию эту разрушает. Вот, собственно, он говорил о провинции в интервью потом. Это было для меня открытием на фоне того всего происходящего в стране, что только провинцией будет сохранена Россия. Виктор Астафьев, я принесла ему в подарок книгу 1953 года издания, называется «Тает снега». И когда он увидел, он смутился очень сильно, спросил откуда и зачем, я, говорит, как Гоголь хотел эту книгу в свое время сжечь. Это было невероятно такое слышать от него. И объяснил, почему. Все зависит от первой фразы, от нее, и она должна быть не выстрадана. Это мне помогало потом. И оставил надпись в подаренной книге. Людой в Хакасии можно жить и дышать, если есть хлеб на столе и Бог в душе, чего и желаю тебе навечно. Расскажите, как вообще появилась идея, насколько она тяжело рождалась и почему именно провинция? После того, как Михалков, так определяющий, харизматичный, сказал, как бы обозначил веху. И у Анатолия Дмитриевича Заболоцкого есть работа «Деревенская изба», в ней, в раме. Куча-куча фотографий, так здорово обрамленных, разных поколений, люди. И вот она стала заставкой нашей передачи и потрясающая музыка Кости Мачина, который именно вывел ту мелодию, которая должна была быть. Людмила Анатольевна, спасибо огромное, что пришли к нам, поделились своими воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные, когда, к сожалению, многих из тех, о ком вы сказали, уже нет на этом свете. Нет, они с нами. Они с нами, мы же встречаемся, постоянно их вспоминаем, они с нами. Сегодня с Людмилой Анатольевной Лебедевой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Материалы программы можно посмотреть и на нашем сайте вестихакасия.рф. А я желаю вам хорошей недели, и пусть в ваш дом приходит праздничное настроение. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова